У нас случилось две важные вещи. Во-первых, мы знаем, кто пойдет на концерт Людмилы Сенчиной, а пойдет туда Наталья Ефремова, с чем мы ее и поздравляем. Связывайтесь потом с нашими редакторами. Я тогда быстренько расскажу о том, что действительно вы угадали, что альбом называется «Любовь и разлука», а режиссеры уже спалили все. Вторая новость известна всем. У нас есть гость и зовут его Сергей Акименко. Он является директором мастерской по пошиву и ремонту обуви. Вот так серьезно звучит директор, но сам в курсе. Доброе утро. Сергей, вы можете все рассказать про ремонт обуви и пошив? Ну, почти. Почти, конечно. Вы как-то вот действительно с этим процессом прям с самых озов знакомились? Это задача у вас такая была? Конечно. Познать все? Да. Мы изучали, как ремонтировать обувь, как шить ее. Вот у нас работают модельеры по пошиву обуви. Ремонтом тоже мы занимаемся уже с 2000 года, поэтому опыт есть, знания есть. За 12 лет опыт, конечно, работает. Если честно, я была уверена, что у нас в ремонтных мастерских обувных у нас только набойки меняют. Ну, что-то там подлатали, ну, что шьют. Вот этого я не знала, честно. Здесь у нас представлена продукция. Экспозиция такая красивая. И женские, и мужские. Я сейчас что-нибудь померяное. Если развертик подберу. А есть какое-то название у них? Или вот мы привыкли называть такую обувь, там, унты, допустим, или просто сапоги? Вот по-другому они почему-то и не называются, потому что мы делали рекламу, направляли название, там, допустим, в область сапогов. Начинают люди звонить и начинают спрашивать про сапоги. Вот. Поэтому мы переключились опять на унты. Хотя это нельзя сказать, что это в классической форме унты. Это уже далеко не унты. Ну, это уже такой дизайнерский вариант, да? А вы вообще можете любую обувь шить? В принципе, да. Но сейчас пока специализируемся вот именно на таких вот своих наработках, своих задумках. Ну, наверное, потому что она востребована. Ее сложно купить в магазине, далеко не всегда. Да, можно сказать, что нельзя, потому что у нас есть своя наработанная технология, вот особая технология. Расскажите. Да, мы используем, во-первых, качественные материалы, во-вторых, мы стараемся делать теплую обувь. То есть у нас, как бы, вот такое небольшое направление, это зимняя теплая обувь. Правильно. Зимой холодно у нас. Пользуются спросом, я так понимаю, у людей, которые работают на севере. Да я думаю, не только. Ты знаешь, в Благовещенске как надавит минус 30. Конечно. Потому что, ну, не все ездят на работу и с работы на машинах. Некоторые стоят на улице, ждут обуви. Я тебе могу уверить, мамы с детьми гуляют. Ноги мерзнут ужасно. А некоторые ездят отдыхать. Зима-то это и каникулы еще зимние. Точно. Которые 10-12 дней длятся. Кому-то на каток надо сходить. Кому-то на спидвей надо сходить. Кому-то просто прогуляться вместе, вдвоем. А как за них? Как за них? Да, кстати, вот ручайте за сходить. У нас, я перебью, у нас просто уже начинают отзывы от людей, которые покупали у нас эту обувь. Потому что приезжают, покупают. Мы, говорю, еще раз повторюсь, мы с 2000 года занимаемся ремонтом обуви. По шивам мы уже более 10 лет занимаемся. И поэтому люди, которые купили у нас впервые, допустим, обувь, где-то уже подносилась, где-то у нас новые модели появились. Вот. Вот. Покупают новое и уже говорят свои впечатления, свои эмоции по обуви. Вопрос цены. Вот. Остро стоящие. Вы знаете, если брать, что люди, говорю, вот еще раз, по 7, по 8, по 9 лет носят нашу обувь. Вот. И приезжают с Якутии, допустим, говорят, что минус 50 она держит. Это обувь. Ну вот. То цена, допустим, от 3000 начинаемая. Это очень приемлемо. Да я думаю, даже в магазине. Мне кажется, это вполне приемлемо. За такую цену не всегда можно купить зимнюю обувь. Согласен. Как ухаживать за такой обувью? Обувь, конечно, требуется ухода за ней. Потому что просто носить обувь, не снимая ее грязь, слякоть и во все условия погодные, это, конечно, невозможно. Но вот. В любом случае, придя домой, нужно ее протереть. Вот. Если, допустим... После каждого раза. Желательно сделать это, если, допустим, слякотная погода, к примеру. Дождь увлажняет кожу. Вот. Влага, которая потом вы, придя домой, поставите там, допустим, где-то забыв эту обувь, вот. Она начинает сильно испаряться, да, и усушает, скажем так, высушивает кожу. Вот. Потом к нам приходят люди и говорят, ой, а у меня вот здесь вот порыв. На коже. Вот они откуда трещина. Это результат как раз высыхания кожи. Чистая физика. Да. То есть кожа высохла, вот, усохла, скажем так. Вот. Ее нужно увлажнить. Ну, не мне вам объяснять, как женщине, да. Как нужно. Да, это та же кожа, вот, за которой нужно ухаживать. Вот. Ее нужно также жировать. Вот. Ее также нужно увлажнять. Ее также нужно бархоткой протирать. Вот. Вот. Но для зимы, допустим, летнюю, сейчас вот актуальный момент, переход с лета на зиму, то есть летние обувь мы убираем, вот, зимнюю начинаем доставать. Конечно, лучше всего ее бактерии скапливаются на кожу. Скапливаются? Да, конечно. Нужно взять мыльный раствор, добавить, допустим, порошка, если, допустим, там, было, хозяйственного нету. Есть сейчас очень большое количество средств по уходу за кожей. То есть пенки идут, большое количество. Протереть. То есть очистить нужно. Очистить нужно кожу. Нельзя ее, конечно, мочить. Сильно большое, большое попадение влаги, я уже говорил, на кожу это плохо. Сергей, а еще вопрос. Вот. Я вижу, что там мех. Как стоит проблема, точнее, решение проблемы существования моли? Моль любит мех? Да, естественно. Я почему-то просто не знал. Все любят кушать, в том числе и моль. Но сейчас просто у нас, во-первых, я уже сказал, допустим, появились средства по борьбе с молью, аэрозоли, которые не просто убивают моль, а убивают личинки моли. Ну и также, если, допустим, у вас небольшой объем, да, и вы, ну, после использования, допустим, этих вот средств, вот, по уходу за обувью, в том числе касаемо моли, вот, необходимо пробрызгать и, ну, выветрить помещение, допустим, где вы осуществляли. Ну, вот. Хороший способ – это газеты. Он как был классический, так и остается. Моль не любит типографскую краску и… Ну, так вот зачем еще газетами-то набивают? Конечно. Слушай, мы уже узнали много рецептов, но я предлагаю все-таки посмотреть следующий сюжет, потому что я знаю, что там тоже какие-то рецепты по поводу борьбы с молью есть. Люди-благовещенцы, благовещенцы рассказывали, собственно, как же, что нужно делать для того, чтобы моль не завелась. И наверняка у них есть полезные советы. Давайте посмотрим. Для этого магазина есть, наверное, лучше обратиться туда, там подскажут, поконсультируют. Какие-нибудь вонючее мыло или табак, там сигареты раньше были, прима, что-нибудь вот типа этого. Ну и вовремя убирать пыль, протирать вещи, там все, порядок, в общем, чтобы был в шкафу. У меня дома нет молью. Давно я нет. Специальные штучки покупать и вешать. Табачок туда вроде кладут, да? И еще такое пахучее чем-то, что-то пахнет такое. Трава такая, забыл я. От молья не избавляюсь и все такое. Ну просто убираться вовремя, проветривать помещение, и ничего не заведется. Продаются специальные средства для этого, антимольные, специальные пахучие травы, и тогда моль не будет заводиться. Что-то пахнущее, фиалка какая-нибудь, или лимонная, цитрусовая. Что-то сильно пахнущее. Ну и стирать почаще, может быть, вещи выветривать. Ну, чтобы, допустим, если я шубу, чтобы не сели, шубу там обматываю, там газетами, там стряпки какие-то, там или еще там что. Я не знаю, моль и нет. Мыло ложить туалетно. Тем временем, пока вы смотрели опрос, мы здесь нововведения в студии вытворяем. Евгения начала примерять весь представленный товар. Слушайте, ну какая женщина вообще может от такого удержаться? Тут столько обуви, надо же поменьше. Тебе идут, Сергей, как вы думаете, да? Обалденно, просто. Прямо на ноге смотрится, изумительно. Сергей сказал, что это последний писк. Да. В чем писк? В мехе? Мех, да. Очень такой вот интересный. Угу. Слушайте, а вот за ними, наверное, тоже нужно ухаживать, причем не только при помощи средств, про которые вы говорили, но и наверняка расчесывать. Достаточно встряхнуть. Господи, я первый раз завидую сапогам. Ты представляешь? Да. А, кстати, вот это... Это лама? Что это за мех? Это искусственный мех, но очень качественный. Да? Слушай, я бы ни за что на свете не сказала, что это искусственный, правда? А вот это, я так понимаю... Потрогай. Ну-ка, подожди. Скажи. Класс, класс. А вот это, я так понимаю, баран. Где? Вот это, да? Вот, 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 последний. Да, да, овчина, да. Внутри, подождите. Это надо показать. О, угадал. Давайте вот сейчас меня покажете, я покажу вам какой-то мех. Господа режиссеры. Класс. Да, вот, вот, спасибо. Показали. Нашли. Вот смотрите, какой там длинный, такой ворсистый мех. Красота. Сергей, а вот насколько действительно популярна эта обувь в Благовещенске? Как часто к вам обращаются люди? Часто. Сейчас, ну, у нас все равно люди привыкли брать все в самый последний момент. Вот, как только начнутся холода, так начнется спрос на зимнюю обувь. Да, потому что, ну, холодая, я вам еще раз говорю, что теплее вот того, что мы делаем, ну, я не припомню. Вот я уже сижу и прям тепло. Я вот хотела, единственное, знаете, насчет чего спросить? Часто выбираем обувь, сомневаясь, там, кожу выбрать, нубук, замшу. Вот какой материал лучше в уходе и какой теплей будет? Какой будет лучше согревать зимой? Ну, кожа, она, конечно, легче немножко в уходе, потому что нубук, он теплее. Потому что это все равно не гладкая поверхность, немного вот с таким вот своеобразным покрытием идет. То есть и замша, и нубук теплее, чем кожа? Замша, и нубук теплее, да. То есть, ну, единственное, они требуют ухода. Больше ухода. Да, большего ухода, потому что если зимняя обувь касаема, допустим, то все равно где-то соли, вот они выступают на поверхности, допустим, нубука или, допустим, замши, вот, их нужно убирать, вот. Я вот сейчас предлагаю от обратного поговорить. Скажите, в чем самые распространенные ошибки тех людей, которые ухаживают или плохо ухаживают за своей обувью? Они не ухаживают за ней просто-напросто. Это самая главная ошибка. То есть это самая главная ошибка. Потому что они просто забывают, они покупают обувь и забывают, что она покрыта просто апритурой, вот, для того, чтобы кожа имела продажный свой вид, вот. Но для того, чтобы ее носить, для того, чтобы ее использовать, ее нужно как следует прокремить, вот. Для чего это нужно, допустим, зимняя обувь, вот, ранты, поверхность кожи. То есть я уже говорил, что кожу нужно питать, вот, не просто придать им. Так, давайте сейчас систематизируем. Покупаем обувь, промазываем кремом, правильно? Дальше, какие еще правила для того, чтобы обувь служила как можно дольше, существует? Да, после того, как вы прокремили обувь, да, вот, ну, есть, я не буду уже вдаваться в теорию, просто есть несколько видов кремов, вот, есть на органических, вот, растворителях, есть эмульсионные. В чем разница? Сейчас химики порадовались, наконец-то я их вспомнил. Да, в чем разница? На органических растворителях они питают кожу, то есть это как раз вот тот гуталин, да, который пропитывает кожу, это вот для зимних обуви очень оптимальный вариант, вот. А на эмульсионных туда еще добавляется вода, вот, и при соединении, да, при соединении с растворителями они образуют эмульсию. Это хорошо для летней обуви, потому что пористая идет поверхность, вот, которая позволяет дышать обуви, вот, пропуская влагу, пропуская воздух, вот. Вот, и как раз для летней обуви, как раз эмульсионные вот эти крема, они наиболее оптимальны, вот. Поэтому в зависимости от того, какую обувь вы приобретаете, вот, вам и необходимо использовать те крема, которые, допустим, необходимы для этой обуви. Сейчас, конечно, большой тоже ассортимент. И аэрозольные появились, вот, и с блеском крема. А вот когда нужно бежать к обувщику? Прям уже, вот, хватать обувь и бежать? В каких случаях? Ну, это уже, я думаю, что вы сами поймете, в каких случаях. Люди не всегда заглядывают, я скажу. Как только поймешь, что обувь начала не только делать тебе приятные моменты, но еще и проветривать. Подожди, у женщин все просто. У них, если каблук отвалился, то понятно все. Если вы купили, допустим, кожаную обувь, и кожаная, допустим, у нее идет подошва, в любом случае нужна профилактика для этой подошвы. Если вы их используете даже в помещении. Вот, у нас сейчас очень большое разнообразие подметок, скажем так, для подошвы. Итальянские, немецкие, очень-очень тонкие, очень прочные. Вот, поэтому, если вы покупаете эту кожаную обувь, вам необходимо поставить профилактику. Где-то каблуки, допустим, кожаные тоже, там, итальянские, немецкие, допустим, обувь идет. Вот, тоже поставить. Ну, я про мужские говорю. Вот, женские, допустим. Сейчас, скажем так, продажные, допустим, туфли, та обувь, которая продается, она идет с пластиковыми. Вот, люди приходят, говорят, а у вас качественные, допустим, набойки. Почему они так спрашивают? Потому что пластик, который, допустим, стоит на туфлях, которые вы покупаете, он просто для вида. Дабы не удорожала обувь. Угу, угу, угу. 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 Продолжение следует...